Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог игры. У нас пока спит перед ночной сменой, я решила погладить постельное белье. Очень я не люблю его гладить, особенно поплин тяжело разглаживается, особенно когда на улице жара, гладить совершенно не хочется. А так вот я гладить очень люблю, меня это успокаивает, особенно когда включаешь на фоне какой-нибудь сериал, фильм и стоишь спокойно себе гладишь. А еще у меня все закончилось для стирки белья, хочу заказать гель и кондиционер. Многим я уже сказала, что к нам не возят никакая абсолютная доставка продуктов вообще, возят только в соседнюю деревню за 2 километра от нас, прикиньте, а к нам нет, так обидно вообще. И еще привозят к моей маме, я была очень удивлена, возят доставка самокат, и сегодня я поеду в гости к ним, решила попробовать еще первый раз заказать. Выстроили, привезут все, выбрала кондиционер, гель для стирки и средства для посуды Майндлибы. Никогда, кстати, не пробовала, напишите, нравится вам или нет. Я просто зашла на Валберес, думала там заказать, и в самокате в 2 раза дешевле была цена. Еще увидела на Валберес, продают сейчас наборами, там Мистер Пропер сразу, капсулу Тайт, Ферри и так далее, прям огромными наборами за 700-800 рублей, выгодно очень. Ну, я вот думала между этим, но все-таки решила попробовать Майндлибы первый раз, а до этого всегда пользовалась Синергетик, тоже заказывала большими наборами, либо на Валберес, либо на Озон, очень хорошая у них продукция. Тем более сейчас, да, мы все с огорода рвем и моем средствами для посуды, и все-таки хочется, чтобы средство было экологичное. Ну и для стирки тоже иногда хочется более экологичное выбрать, но когда не успеваешь заказать, приходится идти в пятерочку и покупать что-то химическое в виде капсул, Тайт, Ариэль. В последний раз брала Дося, либо Ленор. Так, всем доброе утро, мы пошли на почту забрать посылку с Василька, на улице опять у нас жара, я в джинсах, я вам говорила, что у меня вообще нет летней одежды, так что мы завтра, наверное, поедем за летней одеждой. Куплю себе какие-нибудь шорты, босоножки, потому что вот я в тапочках и в джинсах, у меня больше ничего нет. Вон опять целый мешок собрали. Да, Дэш, пошли на почту. Ну все, смотрите, забрали мы вот такой вот огромный пакет с почты, это любимый Василек. Лерка сейчас немножко погуляет на улице, папа все равно еще спит, потом домой уже зайдем и будем снимать вам обзор вместе с Леркой. Всем привет, так, ну что, будем смотреть, что нам сегодня пришло. Так, давайте найдем бумажечку с ценами, сразу вам буду говорить, также напишу еще на экране, кому интересно. Так, первое, это постельное белье, я взяла поплин, так же как у меня, я взяла свои сестренки, это набор салакада, полтораспальный, я его выбрала без резиночки, и цена на него вышла, сейчас скажу, 1484, здесь две наволочки 50 на 70, набор без молнии идет. Тоже прикреплю вам фотографию, как он выглядит, я его не буду открывать, потому что это как подарок. Ткань вот такая же, как моего комплекта поплин. Дальше Игоря Маме я взяла два вот таких вот полотенчика, это коричневый цвет, по-моему, да, коричневый, два штучки, а одно полотенчика 91 рубль всего стоит, и размер 40 на 70. Сейчас откроем, посмотрим, вот, вот такие вот они, небольшие, потому что наши мамы постоянно возятся в огороде, а кто работает в огороде, знают, да, когда приходите, тяжело отмыть руки с огорода, вот от этой травы, и полотенца потом все грязные. Я-то работаю в перчатках, у меня полотенца белые, а вот нашим мамам нужны полотенца всегда темные. Игоря Маме взяла вот два штучки, за два штучки 182 рубля. Дальше у нас идут полотенчики моей маме, она уже пользуется полотенцами побольше, я ей выбрала вот такое бордовое. Кстати, те два коричневых полотенца, это Туркменистан, они попышнее. Маме я выбрала два в Узбекистан, это бордовые и черные. Они уже большие, идут 50 на 90, но мне черные прямо очень понравились, я себе тоже для рук закажу черные. Очень стильно смотрится, мне кажется, в комплекте с белыми полотенцами для лица будет красиво смотреться. Дальше у нас Игоря полотенца, я взяла, я вам говорила, что он белое свое очень сильно запачкал, банное. Оно 140 на 70, 288 рублей, это тоже Узбекистан, не махровое сильно, обычное, короткий ворс у него. Ой, еще открытку порвала. Знаете, мне даже короткий ворс намного больше нравится, он как-то опрятнее смотрится, потому что когда ворс длинный, постоянно стирается, и потом как-то некрасиво смотрится, это все. С ней спокойно не снимешь, но одна я теперь не могу снимать, к сожалению. Так, дальше у нас идут мужские носки короткие, это я взяла Игорю. Здесь у нас 5 пар, за пару 48 рублей, упаковочка стоит 240 рублей, это туркан называются они. 90% хлопок, 8% полиамид, 2% лайкра. Вроде плотненькие, давайте откроем, посмотрим. Потому что я в последний раз брала Игорю длинные носки, у него коротких нету. Очень хорошенькие, очень, девочки, плотные, вообще не просвечивают практически. Классные. Пахнут мужскими духами. Здесь две пары черные, две пары серые и одна пара белых. Так что советую, 48 рублей за одну упаковочку, там продается только большими упаковками. Кстати, носки там прям капец как быстро разбирают, нужно постоянно следить. Сейчас женских носков, по-моему, вообще нету, вот я себе вчера следочки закинула в корзину. Очень быстро все разбираю, так что если вы что-то определенное хотите, сразу заказывайте. Носки мужские, это я заказала Игорю папе, они длинненькие. Здесь 6 пар, за пару 42 рубля, получается 252 рубля за 6 пар. Тут у нас хлопок, также размер 41-47 с массажным эффектом. Медицинские называются, воздухонепроницаемый хлопок. Называется Твой стиль. Здесь, по-моему, темно-синие, серые и черные. Вот, сегодня подарю. Дальше у нас, мне очень понравился в тот раз комплект вот такой. Вот я его заказывала Игорю родителям. Здесь три штучки в комплекте. Это рогожка, очень красивая расцветка, очень рекомендую прям. И цена всего лишь 189 рублей за три вот таких вот больших полотенца. Я заказала и маме, и Игорю родителям. Классный вообще, размер 45 на 60. Огромный выбор там расцветок, вообще шикарный просто. Вот это самая крутая расцветка по мне. Подснежники называются, 89 рублей 45 на 60. Сейчас посмотрим. Ткань. Откроем, дочь? Если что, я себе такие тоже закажу. Мне интересно было просто ткань посмотреть, какая там. Потому что полотенчики дешевые. Ну, не мягкие, жестковатые. Практически такие же, как рогожка, только, ну, ниточки, да, мелкие. Вот такие вот полотенчики. Мне кажется, вообще, даже лучше, чем рогожка будут выглядеть. Цвет такой сдержанный, красивый. Так, дальше я себе на кухню заказала 4 салфеточки из льна на стол. Они вообще дешевые были, по 40 рублей. За 4 штучки 160 рублей. Вот такие вот обычные. Я еще закажу у сестры на день рождения красивый сервис от Luminark. Белый. Мне кажется, очень красиво будет смотреться, да? Классный. 40 рублей всего лишь. Также беленькие есть там, темно-коричневые и так далее. И с цветами есть. Так, ну и осталось здесь 3 посылочки уже у нас, да? Лерочки, смотри, это тебе! Футболочку я решила детскую заказать. Они там супер-супер дешевые. Сколько она вышла мне? 132 рубля всего лишь. Это на один годик, 86 размер. Вот. Милашка, да? Смотри, кыса! Где кыса? Мяу, это тебе, дочь! Это тебе футболочка с кысой. Мяу! Да? И зайка тут. Мяу! Там очень футболок много с кроликами, с кысками, с собачками. Я решила беленькую заказать. Мяу! Тоже 100% хлопок, очень приятный. Там вообще низкие цены, очень низкие на детские костюмы. Но только нет расцветок, которые мне нравятся. Из-за этого я не беру. Да. Я заказала себе белую пижаму, а она пришла зеленая. И она теплая. Я не ожидала вообще. Блин, я думала, она тонкая. Она вообще большая. Это не мой размер. 100% не мой. Вот, смотрите. Ну, она классная такая. Тут какой-то зеленоватый оттенок. Я померяю, конечно. Может быть, она такая и должна быть. Но она теплая. Мяу! Ай, вкусно пахнет. Это 100% хлопок, 42-й размер. Оказывается, еще 40-й есть. Но я не видела 40-х. Но оно на картинке было белым. Не знаю, может быть, сестренке подарю. Но это точно не для меня. Ой, какая красивая. Да. И маме, маме в тот раз была ночнушка большая. Я подарила Игорю маме. Она ей как раз оказалась. Я перезаказала 46-й размер. Супер красивая сорочка. Вот с такими звездами. И она супер короткая оказалась. Она на меня. Но она будет мне большая. В итоге короткая. Сегодня отвезу. Так, ну все. Полотенчики я вам советую прям заказать. Салфеточки я вам тоже очень советую заказать. Мне очень они понравились. Всего лишь 40 рублей. Полотенчики. Полотенчики из рогожки классные. И носки у них очень-очень качественные. Сегодня поеду к маме. Посылки все отвезу. Сестренке комплект подарю. И сейчас Игоря папа приехал. Они делают забор. Я ему тоже и носки отдам. И полотенца отдам. И всем подарочки подарим. Всех люблю. Продолжаем с вами влог. А то Лера уже себя плохо ведет. Да? Каприза моя. Сейчас покажу. Может быть что-то поближе. Так, девчонки. Лерку уложила. Давайте покажу вам все поближе. Первое. Это вот такое вот полотенчико из льна. Тоненькое, легенькое. Там поштучные они идут. Здесь размер 45 на 60. Это полотенце полу-лен. Вот, смотрите. Полотенце полу-лен. Подснежники. 89 рублей. Дальше вот такой вот комплектик. Сестренки на волочке. 50 на 72 штуки. Полтора спальни. Поплин. А они с авокадо. Для подростков просто идеально. Себе салфеточки вот такие вот тоже. Смотрите. Тоненькие-тоненькие. Такие прям цвет богато смотрится. Это тоже у нас полу-лен, по-моему. Да, вот. 40 рублей. Четыре штучки. 160. Сестренки взяла. Рогожка вот такие вот. Тоже очень красиво. Видите, рисунок шикарный просто. Мамульки своей взяла. Хлопковую сорочку. Классный вообще. Это такой вырез. Мне кажется, нормально будет. Я погорячилась. Думала, что она и короткая будет. Мамке сфоткала. Она говорит, нормально. Буду носить. Так что сегодня отвезу. Это Игорю носочки. Вот такие вот турка. Вот они. Хорошие девчонки. Очень хорошие носочки. Мне понравились. Плотненькие. Это вот Игорю папе носочки. Шесть пар. Хлопковая футболочка Леруська. Очень красивая тоже. Нежненькая. Потом пижамка, которая мне большая. Отвезу сестренки. Она 100% будет носить. Да и я не ношу такую плотную одежду дома. Мне потому что жарко будет. Скажу себе хлопок. Просто там написано хлопок. И я думала, она такая же будет, как моя пижамка тоненькая. Но она, видите, прям теплая-теплая. На зиму может быть нормально. Но я сестренки подарю. Я знаю, что она на улице или куда-то будет носить. Она, кстати, сейчас больше меня. Это вот, смотрите, для рук мамульки. Они тоненькие. Это Узбекистан. Не тоненькие, а без ворса. А вот это Туркменистан. У них уже, видите, ворс побольше. Это вот коричневые. Два. Это Игорь Мави. И Игорю большое полотенце. Банное. 140 на 70. Чёрное. Тоже Узбекистан. Вот. Так что советую вам. Ещё раз показываю все цены. Можете заскринить. Очень низкие цены. Вы только посмотрите вообще. Игорь Мави. Ну всё, я Лерку ложила спать, легко уснула, сейчас примерно в 3 часа каждый день ложимся, вот, как проснётся, поедем к моей маме, отвезу им всем посылки, следующий заказ я уже сделаю акцент на Игоря родителей, там маме халат закажу, сестрёнке Игоря тоже закажу, пижамку она уже выбрала себе, как бы в этом заказе я акцент сделала на мою семью, следующим сделаю на Игоря, вот. Мне ещё плед там должен прийти, знаете, какой вафельный на диван, не знаю, подойдёт или не подойдёт тоже, он там дешёвый, вот, и для рук себе тоже чёрные закажу, Узбекистан, потому что прям, я Игоря открыла полотенце чёрное, вообще шикарно, очень стильно смотрится, в сочетании, да, с белыми полотенцами классно будет, можно даже потом все белые заменить на чёрные, потому что, ну, как бы цветные я не люблю, ну, чёрные и белые, вообще здорово. У нас же сегодня годовщина свадьбы, девочки, два года у нас сегодня, 8 июня, мы не празднуем, потому что Игорь с папой делают забор, вообще, как бы в планах не было праздновать, он раньше как-то цветы дарил, да, но я ему запретила, потому что в нашем районе, знаете, спросом не пользуются цветы, они ужасно дорого стоят, они стоят по неделям, да, и покупать завявший букет за 2-3 тысячи, и букеты такие вот старомодные, разноцветные, все в городе красивые, да, букеты там с газетой, красивые оформленные там, я не знаю, и на розы акции, да, в городе, здесь такого нет, я ему сразу сказала, даже не вздумай здесь никогда покупать мне цветы. Я ему вчера сказала, давай лучше просто завтра Леручку отвезём к моей маме, к сестрёнке, она там посидит, а мы с Игорем выберемся купить себе одежду, потому что это бывает очень редко, очень-очень редко мы покупаем себе одежду, последний раз мы ездили за одеждой в ноябре, и то мы купили только пальто себе. Мне нужно купить шорты и босоножки, потому что у меня летней одежды нет, я её никогда не покупаю, потому что я не люблю жару, я не вхожу из дома, мы никуда не ездим, да, если раньше, когда я была подростка, мне там гулял, куда-то ездил, а сейчас мне вообще летняя одежда не нужна, я её покупаю, потом она у меня весь год лежит где-то в шкафу, и я её не ношу. У меня такая демисезонная одежда, там блузки, футболки, джинсы, такая одежда, которую можно надеть хоть куда. Купальник я себе не покупала уже шесть или семь лет, у меня его нету, я не купаюсь нигде абсолютно, никуда не ездим мы уже, вот, он мне не нужен тоже. Я брезгливая стала, никуда я не езжу, вот. Так что завтра мы поедем в ТРЦ Планета и куплю щебе что-нибудь из одежды. Может быть, он тоже себе что-нибудь посмотрит, да. Когда ты живёшь вместе, то уже эти цветы нафиг никому не нужны. Мне, вот, паровая швабра или ещё что-то. Украшения у меня все есть. Как бы, он никуда ни к чём не отказывает, он всегда покупает. И, знаете, цветы, которые простоят сутки, ну, зачем они мне? Лучше всей Клировой Мерлены купить классный цветок, кашпо, который у тебя будет расти потом. Ещё, девчонки, я решила распродать все Леркины вещи практически, которые вот девчачьи, да. Кроватку, кстати, мы тоже уже думаем продавать. Решила я продать для фотосессии плед, который по месяцам. Вроде девочка уже купила, надо будет 11-го числа ей отправить. Вот такой вот у нас конверт был на выписку. Такой плюшевый, нежный-нежный вообще, мягенький. Мы его брали за 4 тысячи. Я его продаю за 1300 рублей. Здесь сверху хлопок, смотрите, расцветка какая красивая. Здесь вот так вот закрывается. Потом здесь вот, видите, резиночка. Это всё вот так заправляется. Я сейчас вам покажу. Здесь сверху тоже замочек, как капюшончик делается. Ну и, конечно же, это используется просто как плед. Вот. И вот такой вот бантик тут. Вот он сверху на ляльку надевается. Сейчас сложу, покажу вам. Ну, короче, в таком виде без ляльки он не очень выглядит. Тоже бантик либо на эту сторону, либо на эту, как хотите, делается. И вот такой вот здесь капюшон. И здесь выглядывает лялюська, мяся. Я вообще, я так вообще, у меня такие эмоции, когда я все эти вещи трогаю. Но толку нету такие вот огромные вещи хранить. Мы оставили, коврик оставили, корзинку оставили для новорожденного. Как бы такие вот вещи. Но вот это вот, например, уже не понадобится. Потом вот для второго ребёнка хочется уже всё новенькое. И вдруг мальчик родится, а это просто пролежит. Ну, такие вещи лучше не хранить. Так что, если я его не продала, то я его продаю здесь. Здесь пишите на всякий случай. Я его продаю за 1300 рублей всего лишь. Ну, и если вы в другом городе, за почту ещё пересыл. Будут там рублей 250-300, наверное. Вот. Он такой демисезон. Его и летом можно, да. Если у вас просто лялька там, например, в бодике будет, в слипике. Либо зимой. У меня Лерка была зимой. Она была там в костюме тёплом, в одеяле. И сверху ещё вот этот конвертик был. Ой, ну что за красавица. Ой, собака лает, да? Как собака лает. Давайте. Смотрите. Отдала Танюхе пижаму, короче, свою. Ей вот намного лучше, потому что на мне она висит. Я шорты померила, они с меня сваливаются. Ей нормально. Смотрите, они прям свободные. Резиночка. Но она тёпленькая. Чисто вот как домашний костюм. И смотрите, ещё плечо спущено. Он какой-то такой оливковый цвет, да? Не белый. Писташковый. Писташковый, да. Вообще классно. Да? И идёт. Ей намного лучше, чем мне. Ну всё, мы у мамы. Уже, наверное, часа три. Доказалась от доставки самокат. Написано, в течение часа привезут. Это самое интересное. Я надеюсь, адрес не перепутают и привезут всё правильно. Если что, просто буду заказывать здесь. Когда буду приезжать к маме, мне кажется, удобно. Я вообще ненавижу ходить по магазинам, особенно с Лерой. Мне вот намного удобнее просто в телефоне выбрать. И всё. Я знаю, что мне привезут. Не люблю вот это вот находиться по магазинам, ходить. Особенно за продуктами. Вообще терпеть не могу. Давайте покажу, что заказала в самокате. Кстати, довезли всего лишь за 30 минут. Парень привёз. Смотрите, хлебушек взяла нарезной. Мы всегда берём такой. Антипригарный коврик обновила. Вот, без рисунков, наконец-то, беленький. Молочко всегда вот такое берём. Оно шикарно взбивается капучинатором. Пятёрочки всегда его берём. Туалетная бумага 55 рублей, 4 штучки. Яшкина вот такие вот тоже всегда берём пятёрочки. Такую вот штучку никогда не пробовала с лососем. Лерки взяла вот такие два гематогена. Очень дешёвые там были по сравнению с Валберес. Кондиционерный. Он, смотрите, маленький вообще. И средство для стирки. Также для мытья посуды. Решила вот такой тоже попробовать взять, потому что нам надо овощи мыть. Ну и всё. И 250 рублей использовала промокод при первом заказе. Ну и уже видите, наверное, мои новые салфеточки на столе. Очень красиво смотрятся. Их нужно, конечно, отгладить. Сейчас буду гладить. И вот вообще шикарно давить. Напишите, пожалуйста, как вам. Так что будем, наверное, заканчивать уже влог. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok